Перед нами грязный указатель после первого круга просмотра указателя к Махабхарате. Почти все слова выделены красным подчеркиванием, что в общем-то странно. То есть их странных слов все-таки должно было быть меньше. И тогда я на основе словаря Соренсена попросил Анатолия сделать русский его, скажем так, аналог. Вот у нас Соренсен здесь, русский здесь. На основе этого списка слов из почти 10 тысяч слов был создан отдельный DIG файл, сохранен в UTF-16. Это есть Unicode, иначе Word его не воспримет. То есть это предположительно исчерпывающий список для нужд Махабхараты, для нужд разных указателей. Вот. Я беру какое-нибудь странненькое слово. Орфография. Параметры. Вспомогательные словари. И вот я его уже здесь добавил. Я его уже здесь добавил. Просто верну теперь к нему галочку. Вот. Окей. Окей. Вот. То есть уже получается меньшее выделение. Уже меньшее выделение. То есть уже стало лучше. Теперь надо понять, что же осталось, и всё ли из этого должно было остаться. Так. Пип-по-ки. Это слово. Пип-ки. Пип-ки-писаки. 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 Плугопосец. Да. Ну вот. Как обогатить русский словарь? Этот ещё вопрос. Я не знаю, как решить. В любом случае, действительно, очень часто путается Н и П, и то ведь не помогает. То есть, как сделать, чтобы эти и Пи... То есть, получается, надо будет ещё сделать отдельный словарь русских эпитетов, используемых в санскритских переводах. Потому что, я боюсь, что такого слова плугоносец, как заглавного, нет ни в одном русском словаре. Победитель, повелитель бхутов. Хотя бхуты должны... В общем, тут надо смотреть. Тут надо смотреть и разбираться. Потому что склонение бхута до бхутов. Ворд должен с этим справиться. Но почему-то он не видит саму основу. Вкуситель, тоже такое слово, видимо, в русских словарях не встречается. Ну, а тут как раз яркий пример. Заведомо вришни. Потомок вришни. Давайте проверим, есть ли у нас такое вришня. Вришня. Где-то мой вришня. Вриш... Вришни. 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 Потомок ври. Ну, все. Вот, прекрасно. Вришни. Да, да. То есть, здесь получается, спеллчекер нам помог. Прабханкара. Прабха. Ну, тут уже надо, получается, смотреть. Посмотреть бумажную книгу. Да. Значит, есть. Часть проблем это решает. А в случае с русскими словами, эпитетами разными, проблему пока не представляю, как решить. Но есть, есть идеи. Вот. Копарда. Носитель Копарда. Копарда как раз должна была быть в словаре. Копарда. Копар... Копар... Копардин. Копардин есть. А Копарда нету. Ага. Понятно. Значит, следующая проблема. Придется увеличить список Сёренцин. То есть, пина-кин и пина-ка есть, а по той же модели образованной Копардин есть, а Копарда нет. А в русском переводе, собственно, вот этот носитель Копарды, это и есть Копардин от Копарда. Если носитель передан суффиксом ИН, то, собственно, самого слова Копарды нету. Тут есть два варианта. Наверное, ну, то есть, как бы вручную дописывать все эти синонимы, кое-как для Шивы 1000, например, наверное, не очень умно. Тогда, наверное, надо сливать с общим санскритским словарем. Общим санскритским словарем. Ну, тогда надо смотреть, будет ли из Копарды, из Копарда опознаваться слово Копарды. Не знаю. Не знаю. Да, проблем достаточно, но это хорошее начало. Уже отсеклось много якобы подозрительных слов. Значит, ага, два слова подряд, две буквы подряд НИШАТХОВ уже не опознаются. Хотя, я уверен, что в словаре слово НИШАТХА есть. НИШАТХА есть, где ты есть. Копардин есть, Копардин есть, Копарда нет. Так, НИШАТХА, НИШАТХА есть. Вот он, НИШАТХА, но в тексте ПЕПЕ ШАТХОВ. Вот, поэтому, ну, получается, наверное, даже не знаю, что делать. Только какой-то специальный скрип. Но, как бы, тут не так много слов, тут уже руками быстрее, наверное. СКАПТА, СКАНДА, ХОРОШО, МИДОВАОКИ, МЕПАКА, МЕЛАКА, МЕЧАКА. Да, то есть, получается, только вариант, что надо уже проверять в книжке. Уже так быстрее будет. МИТРА ВАРУПА. МИТРА ВАРУПА не узнаётся. Не опознаётся. Ну, вот, как бы, этот первый шаг сделан. Дальше веселее. МИТРА ВАРУПА.